меня видно слышно да хорошо но руководить все таки будет дмитрий сергеевич я ухожу на вторые роли хорошо но тогда мы начинаем да 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 сегодня мы прослушаем выступление по диссертации на кандидата физико-математических наук давайте николай включайте добрый день еще раз давайте запускаю презентацию вот она так но вот название вы видите компьютерное моделирование акустической кавитации в жидкостях но для начала конечно нужно вообще слова кавитации понятие такое она достаточно широкая и известная но немножечко надо несколько слов пояснить что это вообще такое тем более акустическая кавитация тации в целом понимают явление когда в жидкости возникают но их называют зародыши пара или зародыш газа то есть возникают пузырьки есть три вида пузырьков паровые газовые и такая смесь пара газовые пузырьки и эти пузырьки дальше как-то себя ведут то есть чаще всего происходит испарение жидкости вернее испарение пара внутрь таких пузырьков меняется температура давление вот это вот в целом кавитация есть два вида таких два вида кавитации гидродинамическая вот гидродинамическая возникает в том случае когда есть поток жидкости и в потоке жидкости скорость отдельных точек друг от друга отличается то есть когда возникают области с более высокими скоростями то вот в этих областях возникает волна растяжения и соответственно тогда возникают области в которой начинает испаряться пар но это есть пузырьки вот гидродинамическая но в частности вот я сейчас покажу картинку скажем при вращении грибных винтов вот такая как раз так такой поток возникает в котором наблюдается гидродинамической кавитации но мы будем говорить про акустическую это когда мы заранее знаем что мы будем воздействовать на жидкость определенный с генератором с определенной частотой например там синусоидальные колебания и вот если эта частота лежит в акустической области то тогда кавитация называется акустической ну какая такая область нам всем хорошо известно да что это область слышимого звука то есть примерно где-то там от 20 герц до 20 килогерц но на самом деле здесь еще можно захватить область с меньшими частотами это инфразвук и область с чуть большими частотами это уже гиперзвук ультразвук гиперзвук мы не будем затрагивать ультразвук но в общем самый большой интерес здесь состоит в том самый большой эффект в любой кавитации состоит в том что при схлопывании пузырьков происходит возникает ударная волна и вот эта ударная волна является причиной всех явлений и бед которые вызываются кавитации немножечко буквально там несколько картинок это фотографии грибного винта понятно что он вращается создается поток поток с разными скоростями и в результате происходит испарение испарение в паровые пузырьки вот мы видим эти пузырьки которые возникают то есть это это не пузырьки которые захвачены сверху с воздуха а это те которые образуются уже внутри в массиве жидкости вот как раз грибной винт и вот здесь на фотографии приведены для наглядности примеры как кавитация влияет разрушающим образом влияет на на винты вот каков износ вот например слева здесь прям кажется что это коррозия но на самом деле это вот обычные обычные ситуации как кавитации просто выщербляет отсюда вот металл вот еще впечатляет вот это вот картинка то есть это тоже грибной винт картинка справа но вот создается впечатление что здесь асфальт резали на самом деле это вся система работает в воде то есть вот настолько серьезный износ и настолько серьезное воздействие способна принести это вот явление но нас это еще интересует с точки зрения применения где она применяется вообще насколько это важно вот я буквально вкратце про применение в промышленности основная основное скажем направление где в промышленности применяют кавитацию это для получения металлических ультра дисперсных порошков фактически жидкость то есть металлы нагревают они переходят в жидкое состояние и вот такие жидкости в такие на такие жидкости воздействует опять же ультразвуком либо любой другой частотой и в результате происходит комитационный процесс и разбрызги в ней вот этой вот жидкости в результате чего получается ультра дисперсные металлические порошки но их много много где используют вот здесь сказано что и в магнитах и например в химии как катализаторы для ускорения реакций как консистентные смазки но вот даже вот интересно что например добавки есть такие металлические добавки в виде порошков к ракетным двигателям они очень сильно влияют на импульс и на тягу двигателей для очистки вот нижняя строка говорит о том что для очистки поверхностей вот еще тут целый спектр различных применений в промышленности опять же для увеличения степени полноты сгорания топлив используют распыливание так называемые этих жидкостей комитационных ну и много много где еще все я перечислять не буду чтобы не занимать ваше время понятно что явление очень широко используемые с одной стороны но с другой стороны плохо на самом деле изучены то есть есть очень противоречивые информация об этих явлениях не до конца не полная поэтому они достойны внимания но вот очень интересно еще вот такая вот наша это наше кстати такое российское изобретение я буквально на днях обнаружил его в интернете но появилась эта система лет наверное 15 назад это вот такая ультразвуковая российская стиральная машинка вот у нее даже есть название ритона кстати прекрасные здесь отзывы восторженные что это замечательная вещь работает тоже на основе акустической кавитации то есть берется с тазик с жидкостью и с бельем в него бросается опускается вот эта вот часть это фактически генератор генератор работающий на ультразвуковой частоте возбуждаются в жидкости колебания вот эти вот кавитационных пузырьков но и грязь при таком воздействии отваливается утверждается что это работает так но например применение в медицине вообще применение кавитации в медицине ну можно сказать что просто безгранично то есть во первых в первую очередь это так называемая ультразвуковая нейрохирургия и ультразвуковая хирургия в чем вообще сама идея она состоит в том что точно также воздействуется ультразвуком на живую ткань и происходит за счет вот этих вот колебаний возникает возникновение ударных волк происходит разрушение ткани там где-то необходимо то есть мы режем не ножом но в нем и врачи режет не ножом не лазером они режут при помощи ультразвука ну вот при противоопухолевых лечении используется даже вот в онкологии возможно использование кавитации вот интересно я нашел да у меня на следующем слайде тут перечислены целый ряд болезней которые в которых при лечении которых кавитация активно применяется но тем не менее еще мы не совсем понимаем как это работает вот вот что еще я нашел где активно применяется кавитация акустическая именно это современной косметологии при липосакции оказывается пациенту рекомендуется перед процедурой вы видите там порядка двух литров воды жидкость поступает в ткани и дальше на нее воздействует вот такой приборчик как ритона то есть он работает на определенной частоте на самом деле частоты там от 37 до 42 килогерц и в течение 20 минут врач воздействует вот таким вот ультразвуком на организм дальше происходит кавитационный процесс то есть жидкость который пациент предварительно выпил начинает кавитировать пузырек начинают расширяться и вытесняет вытесняет жировые ткани жировые клетки которые затем выводятся через в общем вывод выводится из организма вот интернет пестрит предложениями за сравнительно небольшую цену процедура так и называется кавитация вот тоже интересное явление с этим связано и называется сона люминесценция замечено что в кавитирующих жидкостях в частности в воде при определенном при определенных условиях наблюдается свечение вот здесь вот два приведены варианта это свечение одиночного пузырька а вот с правой стороны свечение во всей области жидкости вот здесь какая-то колба она наполненной жидкостью на нее воздействует ультразвуком возникают кавитационные колебания пузырьков и в результате чего мы наблюдаем свечение вот как одна из версий вот несмотря кстати сона люминесценция известна с 1930 года были первые работы в которых она описывалась но тем не менее до сих пор не совсем понятна причина вот этой сона люминесценции но и вот как одна из версий говорит о том что здесь происходит локальное повышение температуры в результате чего есть возникает свечение но это локальная температура должна быть ну если не сказать имеет значение сотни градусов возможно даже и тысячи ну и собственно говоря вот таким шагом что ли важным одним из важных нашумевших шагов которые сподвигли к исследованию в данной области была статья 2002 года статья журнале science публикация вот это кстати свежий номер папа понятно что science это престижнейшие научные журналы там была статья группы авторов но вот из этой группы я бы выделил двух которые в общем-то являются самыми важными я с основоположниками это талия архан это американец индийского происхождения и вот наш ученый но в общем это известный роберт нигматуллин я даже покажу его фотографию нигматуллин в общем-то много чем известен это член кор и академик ран и в свое время он даже выдвигался на пост президента академии наук наверное вы об этом слышали но а вот в абстракте здесь написана идея я специально не стал переводить потому что но я сейчас все расскажу что здесь написано идея состоит в том что вот в процессе акустической кавитации наблюдают авторы реакцию ядерного синтеза и вот здесь они пишут что они берут дейтерированный ацетон и наблюдают вот во время кавитации акустической наблюдают выход нейтронов с энергиями два с половиной мева мега электрон вольта то есть это колоссальная энергия и более того они измерили локальные температуры и говорят что эти температуры вот порядка 10 6 10 7 кильвинов это работа исключительно экспериментальная ну и сразу в общем то была очень серьезная шумиха потому что ну вот несмотря на то что тема такая достаточно скажем так она очень часто обходится в физике потому что это фактически холодный ядерный синтез и очень часто его пытаются обходить стороной считая что в общем то он не доказан но тем не менее вот статья была опубликована более того я даже скажу что с докладом на эту тему роберт нигматуллин сам приезжал в родуен где-то вот в эти годы и в первом зале я даже присутствовал на этом докладе в общем большую шумиху там произвел но это стало тоже как толчком для того чтобы теоретические исследования на эту тему провести то есть для того чтобы вообще понять а теоретически возможно ли вот такие вот значения которых заявляют авторы ну и поэтому задача цель была такая создать модель акустической квитации в жидкостях при том модель более менее универсальную то есть она подходит для любой жидкости но на самом деле жидкость которую я рассматривал тут же необходимо конкретить как будет конкретные данные так вот данные я брал для воды обычной чистой воды как почему для воды ну во первых просто все данные для воды нам известны есть огромные таблицы массивные таблицы всех теплофизических свойств воды и водяного пара во всем интервале температуры от самой минимальной до самой максимально возможной поэтому это большое подспорье для того чтобы именно воду взять но дальше модель это можно применить к чему угодно к любой другой жидкости но это для того чтобы этот вопрос чтобы такую модель создать вот целый ряд задач нужно рассмотреть решить и я сейчас дальше про просто про каждую из этих задач отдельно поподробнее расскажу пока такой экскурс небольшой вот кинетика гомогенной инкуляции что здесь имеется ввиду естественно что весь весь этот физический процесс описывается определенными уравнениями определенными законами которые необходимо было получить которые необходимо было не описывается в литературе начиная но еще со времен релея лорд реле один из основоположников вот этой вот идеи и он предложил уравнение которые потом были уже модернизированы и то есть начиная от релея и заканчивая вот идеями сегодняшних дней описано литературе в общем-то вся кинетика нуклеации дальше хочу обратить внимание про какую именно мы говорим нуклеацию и вот в этом новизна этой работы но я потом подробно об этом расскажу мы говорим про гомогенную нуклеацию то что такое нуклеация это то о чем мы говорили то есть появление паровых пузырьков так вот это появление пузырьков если вы наблюдали скажем за кипением жидкости как она происходит то видели что кипение начинается в определенных центрах центры нуклеации и вот эти центры расположены в определенных точках вот когда мы знаем где эти центры расположены и априори знаем что такие центры существуют знаем количество таких центров то в этом случае говорят о гетерогенной кавитации но вот то что здесь у меня рассматривается в работе здесь речь идет про гомогенную это предполагается что у нас абсолютно чистая жидкость и изначально никаких центров нуклеации в ней не существует но за счет того что происходит растяжение за счет внешних условий эти центры возникают по определенным правилам по определенным законам то есть это уже есть гомогенная нуклеация и с точки зрения физики и и она более предсказуемая то есть ее проще рассмотреть ее проще рассчитать когда всю кинетику мы знаем дальше отдельно тоже поподробнее расскажу про условия термодинамической устойчивости жидкости но в качестве примера я приведу такой пример что мы можем например рассматривать жидкость рассматривать с точки зрения математических уравнений с точки зрения определенных параметров но вот например если мы будем рассматривать жидкость воду при температуре допустим порядка 300 градусов по цельсию и при атмосферном давлении то уже наверное понятно что в при таком давлении при атмосферном и при такой температуре это вода уже будет не водой она перейдет фазовое состояние другое в пар но тем не менее мы как бы еще используем уравнение предназначенные для жидкости то есть необходимо точно и четко понимать в каких при каких термодинамических условиях жидкость все еще является жидкостью и она не перешла в пар вот и в данной работе протуры вплоть до 374 градусов по цельсию 374 градуса по цельсию это такая температура но при более высоких давлениях чем атмосферная это такая температура при которой вода все еще сохраняет свою жидкую фазу но вот в 374 она переходит уже так называемую критическую точку и уходит за критическую область то есть надо четко понимать где граница устойчивости и за эту границу выйти ни в коем случае нельзя дальше создана математическая модель дальше про него я расскажу естественно программа на языке программирования но она создавалась на фортране для численного решения уравнения и мало того что нужно уравнение решить самый большой интерес наверное заключается в том что по результатам такого решения по результатам численного решения можно провести уже такое серьезное исследование динамики пузырьков то есть посмотреть где как когда при какой температуре что с ними происходит какие размеры какие давления какие процессы происходят но и в частности вот мы сейчас говорили об акустической кавитации то есть об акустическом воздействии на жидкость но подразумевается что это гармоническое какое-то воздействие синусоидальное но ведь если создана модель то можно туда подставить и не только синусоидальное колебание можно взять любые другие формы внешнего воздействия то есть давление меняется как угодно и после того как модель такая была создана были попробованы еще два разных вида импульса это вот здесь у меня не написано это просто одиночный импульс то есть одиночный импульс когда создается одиночное разрежение и и все это то есть синуса нету как поведет себя пузырек и еще один случай был рассмотрен искровой кавитации но об этом тоже чуть поподробнее позже ну и как одна из задач она не является здесь основной она так между между дел вот только что мы говорили что статья нигматулина и талиархана утверждает наличие высоких температур без которых зажигание реакции синтеза невозможно это первое условие что температуры там должны быть как минимум 10 6 а то и больше так вот интересно посчитать а какие у нас здесь получится температуры расчетные получится ли 10 6 или нет после этого можно говорить о том что теоретически возможно такой результат или нет а теперь вот более детально более подробно по каждому из этих пунктов по кинетике вот уравнение вверху приведено уравнение которое собственно является основой на которой все базируется она называем него есть разные названия впервые это уравнение появилась еще в работах релея но немножечко в другом виде потом она много раз переписывалась переделывалась сейчас его мы называем основное уравнение кавитации но вот вы видите то что это не линейные не однородные дифференциальные уравнение второго порядка вот основное уравнение но я встречал в литературе в англоязычной литературе такое название как уравнение р пи нн пи это большими буквами аббревиатура это первые буквы от фамилий рейнольдс не парит но ренальдс плесет ноутинг не парис и парицкий вот это четыре человека которые свой вклад внесли написание создание такого уравнения вот она но что здесь интересного здесь интересно интересная особенность состоит в том что здесь есть параметры not например плотность поверхностное натяжение жидкости потом вот это вот давление фактически это давление гидростатическая вот она гидростатическая то есть на разной глубине рассматриваемой жидкости это давление может быть принимать разные значения так вот интерес состоит в том что при папа мере развития процесса ну то есть мы говорим про пузырёк который скажем расширяется сжимается по мере изменения его размеров измери изменение его параметров происходит измери изменения вот этих вот параметров то есть плотность жидкости меняется поверхностное натяжение меняется и это необходимо учитывать то есть вопрос такой что могли бы мы это уравнение решить скажем нечисленным методом аналитически но наверное да может быть это не самая простая задача наверное можно его решить аналитически но при аналитическом решении мы получаем значение в одной точке и получается что аналитическое решение не учитывает нам вот развитие этого процесса что во время процесса менялась вот эта величина менялась плотность менялась натяжение и сменялись другие параметры которые вот с этим связаны вот это вот давление могло меняться естественно и вот здесь есть слагаемое такое как п с индексом вернее п от т здесь нигде у меня это не пояснено что это что именно но это вот как раз таки давление внешние то есть давление которое создается нашим генератором но в данном случае воображаемый генератор и мы можем задавать форму этого давления его амплитуду совершенно произвольную то есть какую какую мы хотим то есть вот этот параметр можно менять но на самом деле здесь есть определенное ограничение конечно же и вот сейчас я покажу какие ограничения ну давайте перейдем к следующему слайду вот задача которая перед очередной перед первоочередным образом решается мы считаем что наше давление акустическое будет задаваться вот такой вот гармонической функции синус омега т плюс и нулевое то есть периодическое изменение давления сжимается растягивается сжимается растягивается жидкость что такое п а ну это обычное до уравнения понятно что это амплитуда то есть максимальная в данном случае максимальное растяжение либо максимальное сжатие почему взять равный вот этот максимум и здесь вот этот сейчас у меня появится вот здесь буковки и здесь как раз мы сейчас говорим про термодинамическую устойчивость нужно вспомнить в общем то всю теорию и вспомнить вот какую историю что вот здесь как раз приведен график зависимости давления жидкости этого для воды от температуры посмотрите про какие температуры здесь идет речь мы рассматриваем температуры вот как я сказал до 374 градусов по цельсию то есть фактически это перегретая так называемую жидкость но находящийся в состоянии жидком в жидком фазовом состоянии так вот у жидкости в любой есть две характерных давайте их так назовем линий что ли вот одна из них обозначена буквой by а другая вот буквой s by это by надали а с это спина далее но я поподробнее расскажу by надаль вот здесь подписано это линия фазового равновесия то есть это линия в каждой точке которых которые есть температура и давление и вот при данной температуре и при данном давлении жидкость способна находиться в двух фазах одновременно она может быть как паром так и жидкостью и при этом одна фаза в другую не переходит ну вот мы знаем например что для воды тройная точка как раз таки лежит именно на бед на бенадали то есть тройная точка это ноль по цельсию при атмосферном давлении то есть лед остается льдом жидкость остается жидкостью пар остается паром никто друг друга не мешает взаимных превращений не происходит вот вся эта линия это как раз таки она и есть ну вот для примера да вот триста сорок соответствует вот этой точке триста сорок градусов по цельсию но при давлении но чуть меньше или там порядка 15 мегапаскаль мы имеем двухфазное состояние значит тогда есть смысл говорить вот о чем что амплитуда растяжения не может быть ну то есть она должна начинаться вот здесь на бенадали то есть мы не можем взять точку вот при таких параметрах потому что это другое фазовое состояние значит растяжение начинается вот здесь и заканчивается вот в этой точке это максимально возможное почему в этой потому что спинадаль это вот здесь подписано вот здесь мне подписано что это граница термодинамической устойчивости то есть стоит нам выйти за пределы этой спинадали неважно вниз мы пойдем сюда вот уменьшим давление или вправо мы пойдем увеличим температуру жидкость расслоится вот как раз на этом рисунке такое я нашел анимированный рисунок и как показано как происходит фазовое расслоение на две фазы и процесс дальше бессмысленно рассматривать то есть как обобщение получается что мы можем говорить при каждой конкретной температуре можем говорить про амплитуду только вот от этой точки в до этой точке с никуда вверх никуда вниз мы зайти не можем но вплотную подходить прямо к границе устойчивости скажем так небезопасно поэтому в расчетах сделано вот как в расчетах берется амплитуда ну вот на пять процентов не доходящие до этой границы ну чтобы не дай бог ее не зацепить то есть мы рассматриваем вот такую ситуацию 0 95 амплитуда от вот этой вот дельты вот вот что такое имелось ввиду под термодинамической устойчивостью ну и дальше возникает вот какой вопрос это я вам показывал здесь форму изменения давления это понятно чистота и время фи 0 что такое фи 0 это фаза начальная фаза в которой в которой характеризует момент появления первого пузырька то есть мы рассматриваем жидкость гомогенную пузырьков там нет изначально но в какой-то момент происходит испарение внутрь центра нуклеации вот какой-то момент вот он характеризуется вот этой вот начальной фазы и нужно четко понимать когда но для того чтобы включать это в решение четко понимать когда это происходит и здесь тоже целая отдельная теория так вот она у меня сейчас должна появиться опять же вся литература предшествующую указывает что этот момент этот момент определяется вот таким соотношением то есть амплитуда отнесенная к давлению при котором это p1 давление при котором появляется один пузырек в одном кубическом сантиметре вот фактически же мы сейчас говорим не только о начальной фазе но мы говорим о времени если мы знаем начальную фазу то мы и знаем частоту нашего воздействия акустического то это значит однозначно определяет время начальный момент в который происходит появление первого пузырька поэтому есть такое выражение она тоже берется из теории гомогенного зародыша образования здесь я не стал всю эту теорию проводить приводить она такая достаточно объемная вот взял только конечный результат конечный результат говорит вот о чем что рассчитать это время вполне такая решаемая задача здесь есть ряд коэффициентов от коэффициент к коэффициент и это очень большие такие сложные коэффициенты которые зависят от текущих параметров жидкости ну что я имею ввиду текущие параметры есть плотность есть поверхностное натяжение на вот как минимум есть мил коэффициент вязкости есть кинематическая вязкость есть динамическая вязкость и несмотря на то что мы вроде бы в общей физике говорим что это константы но на самом деле это совершенно не константы а вот в рассматриваем нами диапазоне температур оказывается я сейчас покажу что эти совсем не константы меняются в разы и даже в десятки раз и это необходимо обязательно учитывать поэтому вот они эти коэффициенты и здесь интегрирование происходит вот из какого расчета что мы вот эта единичка это фактически количество пузырьков вот он первый пузырек мы получаем это интегрирование на самом деле можно провести было и аналитические но коль скоро у нас тут такая задача математическая то интегрирование проводилась вот как раз программа численного определения времени растяжения проводилась численным образом то есть тоже программа на фортране которые но это на самом деле совсем не несложная программа та которая складывает вот здесь производят сложение до тех пор пока сумма не будет равна единице как только она равна единице происходит остановка и мы и программа выдает результат какое же там время вот это время т1 но соответственно знаем время дальше можно пересчитать его в начальную фазу знает частоту и вот тогда мы получаем то самое внешнее давление которое п а умноженное на синус вот аргумента да дальше сейчас скажу о том что здесь выбран метод рунге кута для численного решения уравнения кавитации почему именно такой но вот здесь во второй главе я подробно расписываю в общем то что это за метод все со всеми деталями я не стал тут более подробно приводить это просто вот из оглавление взято что это за метод какие там погрешности как выбрать какой шаг оптимально выбрать то есть здесь есть четкая аргументация почему мы именно берем методы рунге кута то есть наиболее подходящими для решения вот именно данной системы уравнений это именно система получится двух уравнений я это покажу чуть позже и почему здесь вот именно такие методы применимы но вот на этом часто не буду останавливаться итак в целом модель как она выглядит значит есть некая программа которая ну как ее назвать я бы ее назвал скажем так управляющая что ли программа которая руководит всей процедурой я сейчас поясню как это происходит изначально в нее вводятся начальные условия что является начальными условиями начальными условиями мы задаем в первую очередь температуру начальную температуру жидкости в кельвинах в цельсию там неважно как понятно что во время процесса рассматриваем рассматриваем угол внутри пузырька температура конечно же меняется почему это происходит но если происходит коллапс коллапс да по-разному его называют схлопывание пузырька то происходит локальное увеличение температуры потому что это очень быстрый процесс жидкость не успевает вернее пар внутри не успевает конденсироваться и превратится в жидкость ну и вот это приводит к увеличению температуры значит здесь мы задаем начальными в качестве начальных условий температуру и на самом деле давление внутри жидкости плюс еще должно задаваться гидростатическое давление то есть высоту глубину фактически мы задаем дальше понятно что программа просто так работать не может она должна запросить вот все те параметры которых я до этого говорил плотность жидкости вязкость такую вязкость время коэффициенты вязкости есть разные коэффициенты вязкости все это запрашивается в таблицах и вот не случайно взята здесь вода потому что для воды все таблицы есть все они открыты все они доступны есть так называемые пабличные таблицы тепло физических свойств жидкости они изданы где с точностью с шагом в один градус все вот эти параметры есть но понятно что у нас программа то работает более мелким шагом поэтому это слишком крупный для нас шаг один градус поэтому конечно же данные необходимо аппроксимировать но потому что более тонких данных более мелких шагов мы нигде больше получить не можем там вот эта подпрограммка запрашивает вот отсюда данные из таблицы производит аппроксимацию для нашей конкретной нужной температуры это достаточно простая программа тут я не буду на ней останавливаться и даже я скажу что там аппроксимация сделана линейная потому что когда мы берем такой небольшой шажок в один градус в общем-то линейная аппроксимация вполне подходит дальше после того как вы получили вот здесь уже вот на выходе получили уже данные табличные нужные они попадают в программу для расчета под программу для расчета температурных зависимостей то есть что это такое температура так у меня названо температурной зависимости нам надо для каждой конкретной температуры понимать различные какие еще параметры есть в жидкости которые будут использоваться в уравнении и каковы значения этих параметров то есть грубо говоря там формулы забиты которые на основе вот этих вот аппроксимированных данных ведут свои подсчеты отдельно отдельная программа рассчитывает время растяжения этого тот интеграл который был на предыдущем слайде дальше все эти данные стекаются как бы вот к этому управляющему блоку который дальше производит фактически численный расчет но это все написано на фортране и там понятно что там есть некий отдельный модуль в которой уже заложены методы рунги кутта я использую вот эти численные методы происходит расчет и нам выдается результат что является результатом но вывести можно в качестве результата все что угодно можно вот эти все данные промежуточные вывести можно вывести время но в основном нас интересует r то есть что мы же определяем уже решаем численно уравнение квитации где основной параметр это r радиус пузырька то есть каким будет конечный радиус в результате в данном случае акустического воздействия вот это пример таблиц но это далеко не исчерпывающий пример это просто кусочек я взял вот температуры 533 вот здесь кстати видите целых 10 градусов но вот чем ближе мы идем к критической точке тем здесь вот шаг все уменьшается уменьшается но вот могу пояснить откуда берутся эти 15 сотых а на самом деле при переводе шкалы цельсия в шкалу кельвина если совсем точно переводить то там 273 и 15 сотых вот этот коэффициент поэтому для точности и вот посмотрите параметры плотность жидкости это плотность пара это гидростатическое давление до давление на бинодалии это давление амплитудное это давление при котором возникает первый пузырек здесь радиус радиус пузырька вот обратите внимание да вот здесь вот единичка оказалось бы поверхностное натяжение это константа при обычных температурах при комнатных а вот это не константа 1 и 7 десятых да вот при таких температурах и вот 23 то есть в 20 раз отличия ну ладно поверхностное натяжение посмотрите на плотность мы знаем плотность воды мы говорим что 1000 килограмм на кубометр вот это вовсе не 1000 при наших нашей задачи вот при высоких температурах 500 в два раза падает плотность воды но 500 с хвостиком ну и все это соответственно отражается на том что все вот эти вот данные они все под каждую свою температуру очень разные так ну пойдем дальше дальше значит для того чтобы заложить уравнение в программу в том виде в котором вот она была раньше представлена его туда заложить нельзя вводится здесь так называемая нормировка нормировка но вот я это покажу совокупности со следующим слайдом вот следующий слайд тут много конечно букв но то есть вот посмотрите вот это вот уравнение это было и было то самое уравнение кавитации вот она вторая производная только здесь записано немножечко в другой форме вот мы видим эту вторую производную от размеров пузырька по времени вот эти вот всякие параметры которые у нас записаны в таблицах и вот теперь уже здесь конкретно записано что это не п от т а конкретно прописано что это синус дальше у нас показан какой частоты и вот эти вот параметры которые рассчитываются в программе после замены переменных но это более подробно все это в работе написано как она производится вот замена переменных приводит к тому что вот конечное уравнение выглядит следующим образом вот вот она то есть это даже не уравнение а эта система уравнений ну там надо понимать что вот метод именно рунги кута вот этот блок который отвечает фортране за рунги кута он представлен в виде двух таких вот переменных но вот до 1 и до 2 которое равно у 1 и получается что исследуемое уравнение мы записываем вот вот это прямо в программе они вот такими буковками прямо и прописаны у каждый каждый из которых имеет определенный смысл и вот здесь тоже приведена часть кода это конечно не вся часть просто чтобы понимать что вот да действительно вот она там написано вот где берутся данные вот куда это все записывается вот какие параметры используются только часть кода но какой это дает результат так интересно его проследить конечно же на на графиках и вот здесь графиков на самом деле много но здесь приведены только вот основные даже не основные а такие которые резко друг от друга отличаются 4 вот на этих графиках посмотрите каждый из них проведен для определенной своей конкретной температуры вот она написана для какой это для какой это температуры и друг по другом два графика верхний вот этот верхний такой более темной линии это р от т деленное на р нулевое то есть фактически этот график который показывает во сколько раз увеличился ну или изменился размер шарика в радиус и нижняя кривая такая более бледная др по дт ну вот давайте сравним вот например при температуре здесь вот эти графики приведены для одной и той же частоты акустической и вот несмотря на то что частота одна и та же а вот результат разный вот здесь мы видим что небольшие какие-то осцилляции происходят но вот в одной и там две десятых раза изменяется незначительно до порядка 10 20 процентов а вот при казалось бы три градуса на три градуса изменилась температура и вот мы уже видим в три с небольшим раза возникает увеличение размеров но интересно например вот этот вот график 4 здесь мы наблюдаем после небольших осцилляций такую вспышку даже не вспышку а увеличение почти в 10 раз а потом сразу в 30 там есть графики и более такие более с большей амплитуды которые показывают что возможно увеличение не даже не в 30 раз а в 300 раз возможно увеличение увеличение размеров и в 300 раз зная какова тут скорость и зная за какое время это происходит вот мы это время видим да посмотрите здесь вот сколько 400 секунд так да то есть мы понимаем за за какой достаточно маленькой в интервал времени это происходит можем рассчитать как изменяется там давление и температура например но и другие параметры вот кстати говоря выражение это опять из теории зародыша образования взятые выражения которые дают выражение для максимально возможной температуры вот она и максимально возможное давление при заданных параметрах ну как я уже говорил вот это вычисление не является самой целью но просто как бы для того чтобы кстати я не матурина добавить какую-то теоретическое теоретическое что ли обоснование раз уж мы знаем вот это соотношение раз уж мы его рассчитали вот это вот отношение то почему бы теперь не рассчитать давление и температуру это простая задачка она формула это вбита в программу который вот эти вот расчеты производит и дает она вот например такие эффекты например при температуре порядка 300 цель и градусов по цельсию дает температуры но вот вы видите это 10 в 6 но давление понятно очень большие давления и тем самым это повод для того чтобы еще раз подтвердить что действительно сона люминесценция который мы говорили то есть свечение при таких температурах локальных температурах это не температура жидкости до температуры жидкости 300 а это локальная температура в точке при том она возникает кратковременно ну собственно говоря вот на время сжатия пузырька вот и по и коль скоро такие температуры возможно но тогда нет никаких препятствий там и к ядерному синтезу и к сонолюминесценции вот это первая часть то есть получается что давайте я да дальше расскажу получается что мы рассмотрели импульс синусоидальный но почему бы теперь не не рассмотреть раз уже программа создана раз модель работает почему бы не рассмотреть еще какие-нибудь варианты когда давление будет меняться ну какими-нибудь необычным необычной формы вот то есть импульсы различной формы и рассматриваем одиночный импульс вот он изображен здесь на графике то есть вот фактически мы берем производим резкое растяжение 0 то есть было в нулевое давление и мы растягиваем но это конечно очень большая амплитуда но тем не менее посмотрите 10 в пятой степени паскаль фактически это обратный графиком вывернут кверх ногами и за время происходит крайне мало и вот это минус четвертой степени секунды огромный импульс за очень короткое время форма импульса вот она математически представлена то есть некий коэффициент который есть скорость на нарастание давления и экспоненциальный рост здесь обозначение все те же самые как и были раньше то есть t1 это время вот здесь подписано появление первого пузырька ну собственно эта задача решается точно так же как и предыдущие то есть сначала рассчитывается время они не сначала вот в том алгоритме который я показывал нам необходимо знать время появления она рассчитывается тоже исходя вот из этого интеграла то есть фактически мы другую берем программку для пишем другую формулу туда пишем и опять же как только в сумме здесь получается единичка она останавливается выдает нам время t1 и мы вот уже эти новые параметры здесь получается другие параметры подставляем фактически в то же уравнение старое за исключением вот этого слагаемого здесь у меня это все конечно приведено то есть как это вот та же самая нормировка и в каком виде все это забивается уже в программу вот она d1 здесь немножко преобразованная и в итоге вот d1 это есть получается вторая производная от от r у 1 это первая производная и вот сама r это у 2 дальше вот эти параметры у нас понятно вбиваются в программу и получается какой здесь получается результат здесь результат на самом деле вот он тут есть на на рисунке представлен здесь на этом рисунке показана глубина провала давление при разных скоростях при разных скоростях имеется виду при разной скорости снижения и вот шариками такими кругленькими показаны значения которые получились численно а сплошными линиями вот раз два три это для разных скоростей сплошными линиями показаны кривые которые теоретические теоретические кривые из литературы и указывается на то что вообще-то сходимость очень и очень хорошие но вот тут он вот выскочил немножечко за границу но то есть это говорит о том что мы получили модель с очень хорошим результатом хороший согласно написано согласие расчетных и экспериментальных данных ну то есть тем самым это подтверждает что вообще-то наверное все это работает правильно третий импульс а вот он это искровой есть такое понятие как искровая кавитация я буквально в двух словах чтобы не задерживать уже времени достаточно много то есть если рассматривается диод система некая подобные диоду и в этом диоде катодом является катод изготавливается фирме в форме острия то если подать очень большой импульс тока на такую систему то вот это острие если она достаточно тонкая при прохождении через него тока она расплавляется переходит в жидкую фазу и фактически происходит в этой жидкой фазе тот же самый кавитационный процесс то есть если если мы будем воздействовать еще какой-то акустической частотой то в возникает так называемая искровая кавитация внутри этого острия ну и вот она описывается вот каким образом то есть не она а лучше сказать что сам импульс описывается вот он более просто чем предыдущий здесь просто экспонента и вот некий коэффициент дата нужно на тв квадрате это опять же на основе теории искровой гавитации то есть не не с потолка взята формула а многие авторы указывают что да действительно вот таким вот образом описывается на и точно так же вот в те же самые мы подставляем выражение для у 1 у 2 здесь есть не некие преобразования но не буду на них подробно останавливаться и в результате которых сейчас что получаем в результате которых мы опять же получаем на выходе из программы параметры вот как раз здесь приведен код но тоже далеко не весь не полностью как раз программка для численного решения уравнения искровой кавитации вот те самые параметры которые на предыдущем слайде сейчас были вот они здесь в программе как раз таки есть вот она та самая экспонента т в квадрате не будем долго задерживаться пойдем дальше в целом если говорить наверное право про синсоидальное давление в целом можно сделать вот какие выводы вот сейчас у меня тут появится справа такое слово можно сделать выводы определенные по поводу того как протекает динамика вообще капитационного процесса то есть приз проанализировав по результатам численного моделирования все параметры вот нарисовав графики посмотрев на них можно рассказать уже как протекает вот эти коэффициент капитационные процессы то есть где там существуют пределы за какие можно заходить за какие нельзя заходить я сейчас это физика не будем в нее вдаваться во все эти детали подробности это уже там в конечном в конце когда будут основные результаты я об этом скажу ну вот вот такой вопрос а что тут нового на самом деле ведь попытка это далеко не первая попытка создать такую модель квитации но на самом деле новизна наверное состоит но отчасти вот я тут четыре пункта таких выписал в том что мы говорим про гомогенную квитацию я об этом уже вначале говорил все попытки которые до этого существовали говорили о квитации гетерогенной и она по большому счету где-то я читал такую фразу что она плохо предсказуемая все-таки гомогенные предсказуемые лучше и зависит от параметров начальных параметров жидкости поэтому новизна в том что мы рассмотрели чистую жидкость и вот такой вот процесс дальше вот насколько я видел там сравнивал эти модели свою модель с разными другими авторами у авторов нигде не сказано у других нигде не сказано что модель можно применять в любых при любых начальных условиях а вот здесь я утверждаю что мы можем задавать любые какие мы хотим начальные условия которые не противоречат границы термодинамической устойчивости и она всегда будет нам всегда работает ну и вот как как новизна нигде я не встречал литературы где бы рассматривалась искровая кавитация поэтому то есть рассматривалась бы ее динамика есть какие-то упоминания но не более того здесь все-таки подложена некая динамика и вот были попытки по поводу температуры давления я уже говорил что это не самая главная задача здесь но были попытки у разных авторов такие оценочные расчеты сделать но как правило это именно расчеты оценочные то есть но порядок величин плюс минус 0 там получался но здесь уже это не оценка а это уже точные расчеты на основе вот представленной модели ну и уже в заключении результатов на самом деле здесь я достаточно много привел но самые основные все засчитывать не буду самые основные что модель была создана перед ее созданием здесь была рассмотрена вся кинетика и собственно без этого не было бы невозможно никакое создание модели была определена граница это прямо взятой диссертации вот прямо текст оттуда было были границы термодинамической устойчивости определены в которых мы можем работать и за пределы выходить невозможно нельзя вот математическая модель создана создана методика численного решения программа на языке фартран это решение сделано а затем анализ этого решения позволил дальше установить что вот при таких-то температурах и происходит и при таких-то частотах у нас скажем происходит изменение размеров посмотрите колебания от самых небольших до вот при частоте в 250 герц даже расчет говорит о том что размеры пузырька могут вот при данных параметрах меняться но это максимально предельно допустимые до 2 миллионов раз страшно представить себе миллиона но и вот здесь тоже вся физика описано то есть где при каких мы наблюдаем при каких частотах при каких температурах мы наблюдаем рост и уменьшение вот температуры и давление внутри кавитационной области как раз здесь описаны но и как как такой вывод тоже не самый обязательный что здесь сформулирована модель точечного взрыва и даже вот некие данные расчеты которые говорят что наверное статья в журнале science имеет под собой серьезные научные основания но и в заключении я хочу сказать что это работают не не один год велась и есть достаточное количество публикаций но в частности всего в общей сложности опубликовано по результатам 29 научных работ из них 6 это в международных базах данных но это за за весь период ввоз из копус и в ваковских журналах 10 работ но здесь я посчитал еще два свидетельства регистрации программ поскольку вот они у нас считаются как ваковские поэтому в этих десяти еще две программы ну вот если есть какие-то возникли вопросы то я с радостью на них отвечу да я готов можно конечно да конечно а не могли бы вы открыть карте слайд номер 23 да давайте сейчас мы его найдем как раз картинки вот да вот если приглядеться очень хорошо видно особенно вот на нижнем правом графике хотя на дальность принципе тоже что у вас график имеет излом производная скачком меняется и соответственно ускорение становится очень очень большим числом не кажется ли вам что у вашего нелинейного уравнения имеются особые точки подвижные но в принципе конечно можно допустить что там есть особые точки до в таком случае я позволю себя пробу продолжить и сказать следует если вы оценили ошибку по ричардсону вы бы заметили что когда вы подходите вот к таким точкам ошибка у вас становится очень очень большой и ну есть целый ряд тестовых примеров которые говорят о следующем что вот если вы применяете любой явный метод например метод рунги-кута и подходите подвижные особые точки вы ее перелетаете и случайным образом просто перескакиваете на другую интегральную кривую и вот то что я вижу мне очень напоминает эту ситуацию и поэтому вызывает определенные сомнения в корректности применения метода рунги-кута в данной ситуации вы при разных сетках пытались посчитать при разных шагах при да естественно при разных шагах то есть здесь может быть как решение проблемы возможно уменьшение шага до для того чтобы действительно как вы говорите эту точку не перри не перепрыгнуть поэтому мы пробовали к естественно с уменьшением шага но и результат всегда один и тот же поэтому вот может быть вот таким образом мы смогли бы решить но да я с согласен на это хорошие очень замечание хорошо спасибо я понял ответ так юрий анатолич алла да можно задать да 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 конечно меня хорошо слышно то я просто таскать следующий у меня вопрос во первых я считаю эту тему очень архи сложный работ было по ней очень много прорыва фактически до сих пор нет никакого вот и я бы хотел сказать замечание с точки зрения механики вы сделал постели доклад и добавок у вас название акустическая система вот это типичный физический подход вы практически берете состояние и пытаетесь его изучить но возникает вопрос вот например вот такой параметр как скорость звука ни разу я не услышал у вас а это один из главных параметров который характеризует среду из которой возникает эта проблема с пузырьками поскольку скорость звука в жидкости там ну прям вода там полтора километра в секунду в воздухе там 300 метров в секунду а вот преобразование пузырьков скорость звука может быть 25 метров в секунду выяснил свою мысль основная проблема стоит тоже насколько быстро распространяются изменения в среде то есть жидкость заранее чувствует вот например идет какая-то там какой-то процесс но тело движется ли там лопасть работает жидко в воздухе то же самое происходит тело хорошо обтекается то есть скоростях там 600 километров в час там на две трети скорости звука все хорошо но когда среда не успевает подготовиться возникает называемые ударные волны вот вы несколько раз вспоминали ядерной реакции сразу возникает вопрос локально я не уверен что может быть и ядерная реакция там возникнуть поскольку скорости все-таки не те но когда у вас с набора с целого набора вот этих слопнувших пузырьков а среда каким-то образом движется звуковые волны очень слабенький всего я просто знаю нас два человека на кафедре занимались к сожалению один умер одному 85 лет они как бы не могут проконсультировать но я неоднократно слышал их доклады возникает ударные волны они схлопываются там очень сложное взаимодействие был такой академик христианович и там была так называемая теория коротких волн вот ваше уравнение достаточно сильных напоминает но просто в линейном случае а он рассматривал не линейный случай и там возникают эти схлопывания и там возникают очень сильные перепады давления естественно будут и вообще все меняется очень сильно таким образом то есть у меня как бы с точки зрения физики я тут не спорю а с точки зрения механики это звуковая волна пусть от нее все многие зависят среды и потом так сказать вот такой вот момент связаны с тем что вот это взаимодействие ударных волн здесь может все все сильно картину все менять ну и потом такое еще глобальное чисто замечание вот эти все уравнение состояния как вы там рассматривали там основная проблема в том что они как раз в конечных своих точках очень плохо работают же формула эмпирический полу полу эмпирический и они все-таки они непрерывные а там все-таки дискретно например ну при нулевой жидкости температуры вода она замерзает и летает этот пример такого состояния здесь это сплошь и рядом наблюдается во вторых в моменту самой жидкости вот идет ударная волна в каком там резко меняется все параметры наборы а предыдущие его таскать среде вот которые перед ударной волны после удар там совершенно другие параметры возникает то возникает такие дикие градиенты ну как то так вот я может быть эмоционально слегка у меня нет так все сюда спасибо большое да все очень правильно действительно ну задача действительно очень сложная возможно это в будущем где-то вот все-таки нужно учитывать но тогда задача конечно усложнится да спасибо большое за замечание да кто сразу юрий анатольевич и дмитрий валентинович хотят задать я уже задал вопрос я просто руку поднял заранее так давайте дмитрий валентинович здравствуйте я из доклада не очень понял а чья все-таки модель ваша или тех четырех пяти авторов которых вы упоминали авторы нет авторы это авторы уравнение самого поэтому как конечно уравнение берем этих авторов собственно под моделью что я понимаю под моделью я понимаю наверное not систему как это лучше то сказать систему которая используя определенные известные физические уравнения создает нам показывает какой-то результат может не очень четко я объяснил конечно но уравнение до уравнения конечно же это авторские то есть имеется виду тех авторов о которых было сказано но а модель я считаю что тот результат который получился это же естественно и индивидуальный результат не очень вопрос задаю потому что в результатах работы было написано что разработана модель а вы сейчас говорите что все-таки уравнение выведено другими авторами значит ваш вклад в модель какой конкретно модель это вот уравнение плюс начальные условия вот и модель получилось значит уравнение авторская то есть не ваша вот других автор значит ваш класс какой я не понял то есть фаскуль пожалуйста мне несколько слов сказать конечно же разработана модель это неудачное высказывание высказывание его нужно изъять модель разрабатывать нельзя по паспорту специальности 05 1318 модель можно исследовать модель чужая исследование соискателя простите меня за вмешательство не очень даже да очень хорошо что это пояснили но тогда действительно будем считать что это не корректная формулировка ему да и и нужно будет поменять да спасибо да обязательно это сделаем и второй вопрос если можно да если я правильно понял значит вот у вас также в результатах где-то в результатах было написано что разработана программа при этом если я правильно понял метод рунгикута который вы использовали он как бы но вы его не сами реализовывали вы его просто скажем так использовали готовую реализацию да да то есть программа по сути состоит из того что вы вызываете готовую реализацию потом рисуете гранит правильно я понимаю но это как один из элементов один из элементов до действительно такой но там еще множество других элементов то есть там еще есть другие программы которые рассчитывают другие параметры и взаимодействует друг с другом но да отчасти да я согласен с вами если я здесь тоже сделаю небольшое замечание правильная будет формулировка разработка программы на базе стандартный метр стандартной реализации метода рунги кута на базе стандартной реализации вот все те прибамбасы которые ты николай юрьевич при при собачке там это будут твои достижения но на базе стандартной реализации рунги кута смущение возникать у людей которые занимаются исключительно через численными методами и они начинают негодовать как же так все пользуются так от столько сейчас разработал да 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 спасибо да это тоже очень ценные замечания действительно этого обязательно нужно будет подкорректировать чтобы не возникало здесь вопросов да спасибо хорошее замечание да маленькая совсем маленькая значит тоже по результатам там было написано что при любых начальных условиях там то ли проведен расчет на что-то была фраза вот при любых начальных условиях мне почему-то кажется но я сомневаюсь но мне кажется что это само собой разумеется я могу быть неправ но мне показалось что при любых начальных условиях так и должна работать модель что мы задаем условий смотрим чего получается при любых скажем так не запрещенных физикой незапрещенных моделей в начальных условиях поэтому мне почему-то кажется это какая-то тоже фраза немножко ну что то резанула в общем вот может быть действительно она лишняя да как само собой разумеющийся да надо подумать над этим да это тоже хорошо что вы заметили да потому что это важно тоже да спасибо надо подумать как здесь или сформулировать и вообще ее убрать потому что действительно так да спасибо один вопрос или комментарий мне кажется что когда вы говорите о применении численного метода рисуете графики все-таки какая-то оценка для ошибки должна быть выведена и сообщена а также нужно обязательно сказать какой у вас шаг потому что противном случае очень сложно понять насколько все это достоверно да да согласен да действительно мы давайте так и сделаем то есть конечно же этот шаг есть просто его нужно отдельно будет вывести показать и объяснить что вот он да согласен хорошая тоже правильно замечание спасибо в идеале было бы конечно не только шаг выписать но еще и оценку дать ошибки да да хороший замечает спасибо да это мы сделаем так еще он может быть еще вопрос тогда позвольте я выскажусь вопросы задавать я не буду извините значит что хочу сказать что я за большим удовольствием прослушал данное выступление это одно из немногих выступлений где я действительно его все прослушал они отключал мозг николай очень хороший докладчик я встречал в жизни только одного такого докладчика это гордеева также мог легко и непринужденно рассказать любую тематику так что было бы интересно и тем кто знает и кто не знает задача которую разрабатывает николай она в принципе насколько я понимаю это было предложено михаил мирович мартиняком который у нас работал на он на экспериментальной до физики до на экспериментальной физики он скончался в семнадцатом году на 92 марта жизни да то есть достаточно у него было очень специфическое но я думаю от специфики его образования было очень специфическое специфический взгляд на научные проблемы в части его очень интересовала проблема кого-то кавитации кипения воды ну правда следует отметить что он к это к этой проблеме сводил потом практически все явления физические и фактически то чем занимается коля это с одной стороны продолжение этих исследований завершение этих исследований в какой-то степени и амаш михаила мироновичу поведение графиков которые правильно михаил дмитриевич заметил на самом деле с моей точки зрения вызвано природой кавитации то что это существенно фрактальное явление а в данном случае как видите все описывается эмпирически на каких-то эмпирических данных никакие глубокие физические модели не привлекаются поэтому у нас из-за этого возникают такие вот неприятные точки где производная терпит разрыв поскольку в одном каком-то разрешении на рассмотреть вряд ли получится эту проблему но на это указывает это что михаил михалыч игнотич занимается данной проблемой именно с учетом ее фрактальных свойств ну спасибо за замечание всем особенно спасибо дмитрий валентинович у который отметил скажем так подход николая поскольку николай занимался физикой одни мат моделированием поэтому он не всегда понимает тонкости паспорта данной специальности и дмитрий валентинович указал на не совсем верное понимание этих тонкостей ну и и кроме того конечно юрий анатольевич большое спасибо за ваш действительно взгляд глубокого физика который понимает структуру механика это основа физики структуру многих явлений ну вот пожалуй все еще раз я хотел бы сказать и николаю всем присутствующим большое спасибо спасибо всем кто сегодня присутствовал да спасибо до свидания до свидания до свидания запись будет выложена на нашем сайте и иванс на ссылке на семинаре так что сможете просмотреть если у вас будет желание отключаю запись всем до свидания